так и так здравствуйте дорогие друзья ну наш наш замечательный климат все равно радует нас замечательной погодой а сегодня у нас наилучшие условия для тест-драйва особенно переднеприводного автомат переднеприводного седана на вариаторе снег минус 12 а здесь уже минус 9 показывает ну получше немножечко я сказал так и так нет давай сначала так прикольный давай не сказал ну вот чем так и так все идет опять же сложных условиях снимаем поэтому начнем прям непосредственно с тест-драйва после замечательных тестов нового porsche carina turbo нового туарега потом у нас до этого был lexus lx и все остальное конечно же все в этой жизни относительно и садясь в замечательный автомобиль каким бы он не был прекрасным безусловно может какая-то нахлунуть легкая депрессия особенно в такую погоду когда у нас снег давайте потихонечку поедем снег минус 11 поэтому я специально ради того чтобы сравнивать какие-то автомобили ну вот например у нас есть мы едем я еду сравнивать меднедорожник я специально езжу там на геленвагене какое-то время и еду чтобы сравнить образно есть какой-то премиум я сажусь там например q7 езжу на q7 потом тоже сравниваю свои ощущения от езды и должен был я проехаться на как по каком-то ц-классу на каком-то ц-классе чтобы оценить но к сожалению ничего полноприлодного и мышу поэтому я поездил вот перед этим началом теста на вас 2112 у меня есть еще двенадцатая переднеприводные на механике там кто знает около 200 лошадей и вот после этого автомобиля этот кажется мне идеальный такая шикарная шумоизоляция мы отстроены от дороги полностью мы не слышим ничего он тихий он комфортный естественно если бы я сел например после например q7 там или геленвагена я думал куда я попал да но вот сейчас в принципе печка работает климат работает очень тихо окна не запотевает все хорошо места много дега просто гигантское пространство да напомню кстати вот сейчас у нас очень сильно скачет курс и вот на данный момент самую простую центру поэтому я сейчас буду консультироваться менеджером за какую сумму можно купить самая простая 1.6 на механика 732 тысячи рублей за эти деньги я дай-ка я угадаю это у нас будет естественно тканевый салон механика 1.6 1.6 это очень распространенный алюминиевый блок 100 всех 16 118 лошадей они нам знакомы по таким автомобилям как nissan qashqai например nissan jook на тиде они стояли четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель объемом 1.6 очень простой используется много где поэтому проблем с ним особо не будет на механике там будет кондиционер да да там будет кондиционер какой-то электропакет элементарный то есть четыре стеклоподъемника регулировка зеркал с подогревом а ну так уже а подогрев лобового стекла или даже здесь его нет нету ни в одной комплектации сразу же мне хотелось отметить что мне очень очень нравится как расположен климат вот здесь вот я очень быстро с ним нашел общий язык и то что в каене в прошлый раз вот такая груда кнопок на каждой на каждый значит обдув стрелку обдула там была определенная кнопка это сумаса здесь все кнопочка все просто очень нравится мне на расположение кнопок очень удобно и информативно и самое главное быстро все привыкаешь к этому пробуем ускориться на данный момент наш автомобиль стоит 880 8800 888 800 для тех кто не слышит нашего менеджера значит здесь у нас уже появился вариатор ну вариатор в принципе он тоже много где ставится там где есть этот 1.6 там он на тех автомобилях идет от вариатор но как они заверяют переработанные теперь там передаточные числа другие значит он шумный не очень шумный кстати вот насчет шумности но я могу сказать что здесь намного шумнее это было сегодняшнего теста то есть ниссан центра фумнее на скорости 100 км в час чем порше каен с этим менеджером ниссану спорить не будут вот поэтому ну говорить про динамику сейчас ехать в пол смысла абсолютно никакого нет платформы здесь знаменитая ниссановская платформа перед перед макферсон сзади обычная балка она естественно он знаком по таким автомобилем как ну тот же самый ноут тот же самый микро по-моему должны платформы и да и да да поэтому но хочется обратить внимание на то что вы к нам нужно обязательно до старт загнаться и посмотреть на экономические сбывания особенно сейчас у нас очень сильный боковой ветер как видно на камере шипы уже доносятся очень звук шипов очень сильно доносятся в салон очень сильно но это к сожалению связано а уступит ли нам дорогу не будем моргать а не уступает ну так как опять же мы к сожалению и на тех автомобилях которые мы тестировали в прошлый раз там где ты едешь и у тебя там ну здесь тоже так же видишь она кстати очень похожа на Тиану да некоторые путают действительно большой автомобиль и несомненным плюсом этого автомобиля мы можем назвать клиренс по-моему он в районе 180 мм 155 зачем тогда нужен этот автомобиль с таким клиренсом а как то 155 я думаю 180 нет 180 только у кроссоверов 180 у Peugeot значит есть у 407 180 да нет не 407 подожди к седанту я в Peugeot всегда путаюсь кстати заходим в поворот шлифует сильно но машина как обычный элементарный переднеприводный под сброс газа уходит за носами ну это нормальное явление ну клиренса нет здесь я тебе могу сказать ну должен быть клиренс в этом автомобиле ну 160 мм обязательно как на тазах для России если компания хочет значит пробиться вот в тот самый класс универсальных седанов ну должен быть клиренс не меньше 160 мм а лучше побольше вот я говорю что на Peugeot на седане ну вот этот на базе 308 там клиренс 180 мм да ну ладно не буду субь это и так значит но тем временем я отключаю энергоемкую подвеску кстати и 100 км в час 120 мы не сильно подруливаем но машина так кстати хорошая подвеска очень энергоемкая и она не пробивается сейчас будут сильные волны вот под час в принципе неплохо но чувствуется уже вплывание после 120 вот в рамках вот здесь ну я могу отметить мы чувствуем эти залывания после например премиальных автомобилей а если вы сядете после приоры против того же самого например одноклассника этого автомобиля вы маму возможно вы этого не почувствуете я могу сказать после 12 этот автомобиль просто лимузин он очень тихий он очень хороший очень хорошая подвеска ну вот вариатор ну не знаю кстати хорошая шумоизоляция то есть мотора практически не слышно он для этого класса автомобиль опять сброс газа и машина возвращается на траекторию такое жужжание как вот этот такой кухонный комбайн вот что надо тестировать и посмотрите на этого красавца 6 на 6 Урал вот эта машина вот он сможет побороть геленваген в сложных условиях пробуем проехаться по трассе так плохой трассе по плохой дороге ну здесь опять же могу отметить хорошую энергоемкую подвеску ну честно кстати расход 86 обратите внимание неплохой расход честно могу сказать что подвеска здесь хорошая вот есть если бы вот ее немножечко задрать как нибудь правильно за счет стоек но возможно она стала бы жестче уже и так она ее скорее всего по сравнению там с тем же Ниссаном Силфи ее подняли вот если ее можно было бы задрать немножечко даже они скорее всего они пожертвовали бы мягкостью здесь вот подвеска ну вот хватает вот под таким дорогам ездить вот здесь мы на Туареге в прошлый раз ездили сейчас наверное нет ну здесь мы проедем а по той клее и поедем но все равно ощущение того что мы сейчас заденем бамперами нет машина как бы уверенно едет слушай а вот по этому и поедем нет вы бы сейчас видели лицом маннжела так давайте развернемся и заметьте то есть окна не запотевает система климата работает очень хорошо вот руль бы еще это у нас максимальная комплектация это максимальная а получается у нас руль будет обшит кожей какой то да это сколько такая будет машина стоит 967 тысяч 967 967 слушай настолько все вот белое даже вот непонятно рельеф той поверхности по которой мы едем едем дальше ну вот мотор слышно с двух-трех тысяч оборотов вот так он немножечко его ну по сравнению с 12 это хорошая шумная операция так подвеску я отметил подвеска действительно хорошая на данный момент сейчас проверять тормоза ну мне кажется как-то не совсем хочется потому что мы сейчас будем проверять тормоза система ОБС шумно да не застрять бы и система стабилизации обратите внимание антипропруксовочная система сразу же нам помогает предотвратить скольжение колес то есть вот мы стоим на льду и газу и работает так она корректно да тем не менее автомобиль ускоряется так а ее можно отключить? да вот тут мы чувствуем мощность ее там сносит в бок нет да давайте лучше с ней поедем так действительно мы сейчас просто наш базовый расход поднимем ну вот опять пошла 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 и потихонечку очень кстати корректно работает для автомобиля сегмента С-класса стоимостью 888 800 888 800 888 800 все восьмерки ну то есть максималку у нас за лям может перекатиться да? 15 года да так едем дальше опять же система стабилизации у нас антипробуксовочная система немножко оговорюсь все попробуем ускориться газ в пол давай вариатор жги 60 вот кстати все относительно сейчас бы вот после Chevrolet Niva это вот пересели бы мы скажем вот это валит как так створники у нас примерно быстро вот прям газ в пол ну 140 по моему да тормоза кстати более-менее очень чувствительная педаль нам легко дозирует усилия пока мы едем хочется значит чтобы в камеру в принципе оценили размеры салона салон действительно большой и вот этот вот дизайн передней панели который как бы не разворачивается к нам он так идет на всю длину подчеркивает это а места много я сижу мой рост метр девяносто два не чувствую вообще каких-то там сков скованности в своих движениях даже если бы здесь сидел а тоже пассажир моей комплекции мы бы друг другу точно бы не касались если бы конечно этого бы не хотели а значит дальше попробуем сейчас выехать на нашу стартовую прямую чтобы ну не замерить наверное разгон да потому что это будет очень некорректно она даже до стата максимума может не разгонится на той прямой потому что очень сильный гололед и реально опасно но насчет кстати гололедов там был Туарег 86 регион и там наклейка была Вики Хао скорее всего подписчик Жорика Ревазова вот так вот так значит дальше мы едем насчет переднего привода в приправильном управлении передний привод будет на трассе даже быстрее чем полный и в ралли спринтах на ледовых гонках всегда переднеприводные машины едут быстрее полный по крайней мере по моей статистике возможно вы можете со мной поспать но тем не менее тем временем пока мы там пробовали систему антипропусковочную газовали у нас расход поднялся до 10,9 и опять же пробуем ускориться корректненько после 120 так-то сложно разгон дается автомобилю но смотрится но смотрится автомобиль внешне да неплохо мне нравится так ну что давайте посмотрим салон поближе так-то вроде походавки понятно очень скользко реально очень скользко на улице АБС прям не дает нам покоя ну вот в принципе есть на каждый день универсал о камера заднего вида даже есть ну это как опция да идет это входит в комплектацию ага то есть камера заднего вида есть уже сенсорная магнитола да с навигацией ну вот как вы думаете Алексей значит можно назвать этот автомобиль этот автомобиль лучшим в Санутмосе да да вот Ниссан это классно конечно же да но к сожалению таких слов я сказать не могу в отношении этого автомобиля потому что опять же все познается в сравнении с чем можно сравнить какой конкурент у этого автомобиля ну например Jetta да опять же тот самый Peugeot забыл его название на базе 308 потом что у нас там еще идет Kia Cerato Ford Focus и причем я могу сказать эти конкуренты не такие уж слабенькие Toyota Corolla Toyota Corolla а ну это просто ну там тоже вариатор ну вот вариатор все портит мне кажется вот был бы здесь какой-нибудь автомат элементарный был бы немножечко попроще и расход был бы побольше ну не знаю ну вот если бы я сейчас не газовал мы бы в десятку все таки уложили бы да вот по городу вот трактор нам тоже вот протестировать на бездорожье мне кажется мне кажется у него там вот вот этому трактору точно цепи ставить не нужно точно поедет лучше чем Гринваген я думаю что ну не намного но лучше особенно если ковши будет в середине такие будут преграды брать что никак не снять но на самом деле по размерам автомобиль достаточно большой но не самый большой потому что есть машины и подлиннее например та же самая джет есть машины и пошире например та же самая киа царата давайте сейчас ее рассмотрим вот внешне пока нас сильно не замело итак значит вот мы вышли ну что хочется сказать машина ну не красивая и не уродливая она такая сливается с городским потоком но в черном цвете она будет похожа реально на тиану солидно будет смотреться потому что в черном я что-то часто про хром говорю не знаю почему но тем не менее это важно в черном цвете у нас будет виден хром спереди если она немного будет тонированная видна вот эта вот окантовочка и она будет посолить а вот эти вот ходовые огни они как зажигаются или это поворотники только максимальная комплектация это будут длинные ходовые огни а сейчас это что такое муляж муляж как так как То есть, а может быть они есть, но они не подключены, нет? За пятихатку подключим, если договоришься, да? Так, значит, дальше. Что касается размеров, извиняюсь, давайте вот с этой стороны, тут солнце как бы. Что касается размеров, то я уже говорил, что есть пошире и подлиннее, но по колесной базе у этого автомобиля конкурент только Toyota Corolla. У всех остальных меньше база колесная, и у нас получается так, что колесная база отвечает за поведение. Чем больше колесная база, тем лучше. Это, в принципе, тоже одно из преимуществ. Мы меньше будем чувствовать профиль дороги, она будет устойчивее. Вот. А размеры салона тоже, на мой взгляд, выдающиеся для этого автомобиля. Сейчас я попробую сесть сам за собой и понять. Ну вот клиренса побольше бы, но надо отметить, опять же, У нас стоят колеса размерности 205 на 55 R16. То есть вот сюда, например, 195 на 65 легко можно поставить на 16 колеса. Или вот 205 на 60, или там на 65 тоже легко войдут, и машина немножечко у нас поднимется. Таким образом, будет легче штурмовать различные сугробы, Или залезать на те же самые какие-то бордюры. И опять же, энергоемкость, ощущение от энергоемкости автомобиля, от подвески намного улучшится. Так, что-то я начинаю замерзать. Обратите внимание, есть у нас омыватели. Сейчас вот у нас менеджер сейчас отошел. В общем, на всех, как понял я. Так, обратите внимание, вот эти вот всякие вот дефлекторы, Это когда вы будете покупать, вот от них вообще лучше сразу отказаться. Это все стоит нереальных денег. Вот, вот эти вот защитные наклейки. Ну это в бане, а вот это лучше. Это можно потом купить отдельно, их лучше не ставить. У дилеров они стоят очень дорого. Так, вот, значит, какой-то здесь зад не очень. Вот он как будто резко скошен вот так вот. Поэтому я бы все-таки его как-то вот... Вот надо было вот эту крышку багажника не вот так вот, а вот немножечко под углом. Вот, поэтому, значит... Ну ждать хорошей управляемости от Макферсона и от Балки не стоит. Поэтому, в принципе, мы ждем стабильности, устойчивости на трассах. И... Холодно, мозги не работают. И энергоемкую подвеску. А там говорить о том, что как она клево управляется, какой четкий руль, это не про эту конфигурацию. И вообще, в целом, не про этот класс автомобилей. Очень холодно. Сейчас вот сели, несмотря на то, что здесь температура неправильно. Здесь минус 12 сейчас, но очень сильный ветер. Так, противненько. Климат сейчас мы прибавили. Вот обратите внимание, климат, вот управление климатом очень удобное. Еще бы как бы развиты какие-нибудь вот красивые цифры из замечательного оба. Мне вот очень нравится. Мы сейчас вот по максимуму сделаем. А почему быстрее она не ходит? 32 градуса можно сделать максимум. Так, сильно прибавлять не будем уровня обдува. Сейчас все будет нормально. Вот он, нафта он задувать будет, видишь? А нам не надо на это будет делать. Итак, значит, ну, про отделку. Пластик такой, твердый, дубовый здесь. Не такой, конечно, как вообще там снизу. Но, надеюсь, он скрипеть не будет. Но, так как автомобиль новый, пробег автомобиля 1560 километров, думаю, в принципе, пока не будет проблем. Хорошо подогнано. Опять же, повторяю, что места в салоне очень много. В центре у нас тахометр, спидометр. С руля мы можем контролировать информацию, которая выходит у нас здесь. Это расход топлива, скорость, дозаправки, сколько нам осталось проехать. Вот. Ну, какая-то такая, минимальный набор тахометр, спидометр, температура и бак. Значит, 4 стеклоподъемника в нашей комплектации. Они же будут и везде. То есть, у нас не будет блокировка дверей. Кстати, вот знаете, вот садитесь в машину, в любую, и вот пробуйте, как закрываются замки. И чем напористее звук громче, вот, открывание, тем хуже шумоизоляция. Здесь такой глуховатый звук открывания замков, поэтому шумоизоляция здесь, я уже говорил, неплохая. Руль. Хотелось бы, конечно, как я уже говорил, его обшить чем-то более дорогим. Также здесь у нас расположены кнопки управления связью. Мы можем прибавлять звук. Здесь регулировка зеркал, то есть у нас... Зерк... А че они не двигаются? Замерзные, наверное, да? В общем, замерзные зеркала. Магнитово-сенсорные. Климат я уже показывал. Рычаг переключения. Переключение. Сиденье с подогревом у нас. Так, реклама. Реклама, 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 смотрите, реклама. Так, ручник. Подлокотник. Все. Как говорится, не сказать, что дешево сердится, действительно чувствуется качество. Вот, поэтому по салону, хороший салон, для С-класса, по крайней мере, какой-то дизайн, что-то здесь вот, пластик, что-то вот такое интересное. Самое главное, давайте я попробую сейчас есть сам за собой. Итак, очень холодно. Вот, опять холодно. Вот я тебе сижу, а где дефлектор обдува для задних ног? Вот где? Сейчас все, вот климат, вот сейчас климат дует в ноги. Вот где? Отсюда, нет, вот сюда, ну, вот в прошлый раз накоение, да? Накоение. Вот, здесь дефлекторы, и все дует нормально. Отлично. Это же не так, не так дорого, вот сюда вывести, две пластиковые трубки поставить, и все. И дефлекторы, ну, стала бы она дороже на тысячу рублей, ну, чего страшного. Дальше, подлокотник с подстаканниками, но самое главное, очень много места здесь. Это просто, я не знаю, здесь... У меня есть друг невысокого роста, он бы здесь просто танцевал в полный рост, серьезно говорю. Он бы просто здесь чечетку отплясывал, потому что здесь реально много места. Он в Геленвагене ходит в полный рост, он встает с заднего, с переднего, сиденье идет назад в багажнике и не загибается. Не буду говорить, на какой машине он ездит, а то все поймут. Но, тем не менее, место здесь, если серьезно, очень много места, очень. То есть, вот я сижу сам за собой, рост метр девяносто два. Это даже, может быть, как сравнить по размерам с каким-то Д-классом. Ну, реально много. Вот, если бы были еще покомфортнее сиденья, более там, подушка нижняя немножечко подлиннее, длиннее, какая-то боковая, значит, вот, поддержка, было бы вообще замечательно. Даже так, угол спинки достаточно интересно наклонен, просто в дальнюю дорогу, мне кажется, здесь вот четыре взрослых человека отправятся, и проблем здесь не будет. Поэтому, вот, место в салоне, это одно из самых больших преимуществ центра, потому что, с одной стороны, ну, такой невыдающийся двигатель, по большому счету, опять, вот, вариатор, который вводит всегда, да, ну, и энергоемкая подвеска, клиренс хотелось бы немножко побольше, но я уже говорил, как его самим увеличить. Вот. А, кстати, мы багажник не смотрели, здесь сиденья складываются задние. Итак, значит, всем... Вот мы недавно делали Infiniti Q50, машина миллион восемьсот, ключ был такой же. Так что, приходите в кафешку, ключи на стол, смотрятся как Infiniti. Значит, чтобы открыть багажник, мы сейчас попробуем, конечно же, открыть его с ключа. Не самый удобный способ, с учетом того, что почти сейчас замерзла здесь вот эта вот ячейка. Значит, 511 литров объем багажника, это рекордный показатель. Но, вот, опять же, у этого Peugeot 308, который седан, там тоже большой запаска, домкрат. Сложим мы сейчас заднее сиденье, сложит наш замечательный менеджер, сложит. А ровного пола не получается? Ну, и второе складывается так же. Итак, в принципе, все понятно. Так, еще раз повторяю, большой салон, клиренса побольше, нужно обязательно. Рулежки даже не ждешь от такой конфигурации подвески. Хороший климат, мне понравилось, очень отапливает хорошо, кроме задних пассажиров. Достаточно экономичный двигатель, надежный, самое главное. В принципе, по дизайну тоже, черный автомобиль, смотреться будет шикарно. Давайте с этой стороны его покажем. Вот. Ну, и в принципе, цена пока не слишком такая высокая, поэтому... Мне автомобиль, в принципе, понравился. Для этого класса автомобилей, я все минусы сказал, неплохо. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки и до встречи.